Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в этом видео, ребят, мы с вами откроем целых 30 подарочных коробочек. Мне очень хочется пооткрывать именно их по одной простой причине, потому что свободки на них не жалко. Что касается того, что здесь может быть внутри, то меня, честно говоря, из вот этих вот всех машин интересует исключительно Т-127. Все остальные машины у меня в коллекции есть на моей основе, ну и, соответственно, это единственная машина, которая, выпав, порадует меня. Само собой, меня еще больше порадует, если мне выпадет золотишко, а здесь довольно неплохие шансы выпадения золота. Ну и что касается самого ценного, что здесь есть, то, конечно же, контейнер Экспо с вероятностью 2%. Не сильно, ребят, я в это верю, но почему бы и не попытать удачи. Что касается того, сколько мы откроем, 30 коробок таких мы откроем, благодаря тому, что открывать будем на 4 аккаунтах. Соответственно, 4 бесплатных коробки и еще 26, по моим подсчетам, мы заберем за свободку. Ну что, друзья мои, начинаем. Забираем сначала бесплатную, из нее мы получаем, друзья мои, не много, не мало, целых 350 голды. По-моему, неплохо. По крайней мере, для меня обменять 50 тысяч свободного опыта, ненужного на голду, это вполне нормально, вполне круто. Что забираем еще? Забираем еще 350, и того у меня на этом аккаунте уже 700 голды. И едем дальше, открываем еще разочек. Если будет еще 350, будет очень круто. Нет, 75. В 775 золота забираем на данном аккаунте и открываем еще разок, что нам падает, еще 75. Ну окей, хорошо, 850 голды забираем на данном аккаунте, перепрыгиваем на следующий аккаунт и открываем там. Итак, друзья, второй аккаунт, открываем соответствующий ивентик, забираем первую бесплатную коробочку и потом еще 3 за свободу. Пока как-то на контейнер экспо не фартит. Выпала машина, слушайте, нормально, не помню, честно говоря, была ли данная тачка у меня на аккаунте, потом посмотрим, была компенсация или зачисление. Но, слушайте, машина выпала, это круто, действительно классно. Еще одна машина, Т-127. Очень обидно, что не на основном аккаунте, но, ребят, давайте будем говорить откровенно, 2 танка мы уже получили здесь с двух контов. Это действительно круто и действительно стоит того. Если бы это происходило на основе и данных машин у меня там не было, ну понятное дело, что я бы был крайне счастлив. 75 голды. В случае с выпадением двух машин, окей, хорошо, прощаю, что не было 350, едем дальше. Следующий контейнер, ну особо ничего так не приносит. Да, камуфляжик, но все-таки какая-никакая халява даже из последнего контейнера выпала. А теперь давайте посмотрим, ради интереса, была ли у меня машина или все-таки мне дали компенсацию. Мне дали компенсацию целых косарь голды, ребят, за коллекционную машину. Это действительно круто, это действительно классно. Итого получается 1075 с золотом я получаю здесь. И плюс еще, ребят, я получил Т-127, которого на данном аккаунте у меня не было. В любом случае машина появляется у меня в коллекции, это действительно круто. Спасибо большое разработчикам, я крайне счастлив и побежали на следующий аккаунт. Итак, друзья, третий аккаунт. На третьем аккаунте открываем с вами тоже три коробочки за свободку, одну коробочку бесплатную. И потом перебежим на основу, там все гораздо интереснее будет. Итак, с первой коробки 75 голды. Ну да, пока типа не густо, но, ребят, в принципе-то должно и не вести периодически, пускай на разных аккаунтах. Но все же еще 75 голды, того у нас в копилке уже 150 с золотом. Едем дальше, открываем следующую коробку. И с нее мы получаем, ну, 150 голды, окей, 300. По-моему, это самый нефартовый аккаунт в отношении открытия. По крайней мере, пока это мы еще до основы, до моей не добрались. Возможно, там будет все гораздо печальней. И, ребят, целых 5 косарей золота. 5 косарей голды. Я, блин, в трансе, это получается 5300 мы забрали на данный аккаунт. Я, в принципе, могу себе вполне спокойно за эту голду купить машину. Ну, блин, ну реально. За 5500 Леву продавали в полном фуле с шикарным внешним видом. Ребят, мне нравится. Перебегаем на основу. И вот там действительно придется себе немножко нервы пощекотать. Итак, братцы, друзья мои. Мы находимся на основном моем аккаунте. На котором мы откроем гораздо больше подарочных коробочек. И здесь все гораздо интереснее. Потому что конкретно на данном аккаунте мне бы хотелось скопить максимум каких-то наград. Пока все идет неплохо. Пока все идет хорошо. Если мне будет падать хотя бы голда вот таким вот образом, как она падала на предыдущих аккаунтах, я уже буду безумно счастлив. Ну, а что касается вот этого контейнера экспо, то понятное дело, что здесь есть огромное количество машин, которых у меня на аккаунте нет. Из того, что здесь предложено, я безумно хочу себе уничтожителя на основу. Я очень, очень сильно хотел бы, чтобы мне выпало WZ-121GFT. Ну, это само собой разумеющееся. Не отказался бы от Бизонте. Ну, короче говоря, здесь хватает машин, которые мне хотелось бы заиметь. Допустим, хотелось бы поставить себе G40-1008, который есть у меня на твинке, а на основе, к сожалению, нет. А машина-то годная. Ну, что, друзья, давайте начинать открывать. Здесь у нас получается 18 будет подарочных коробок. Из первой коробки, ребят, нам выпадает 75 голды. Ну, окей, хорошо. Если сейчас все пойдет, как на предыдущем аккаунте, и мы начнем с мелочи, а закончим чем-нибудь годным, то я только за 75 золота. Еще косарь. Косарь 75 у нас получается уже в копилке. Я не жалею о том, что я сейчас сливаю свою свободку, если все пойдет вот такими вот темпами. Мне очень сильно хочется набрать максимум. Прям вот вообще. Камуфляж. Ладно, хорошо. Прощаю разработчиков. Едем дальше. Сделаем вид, что этого контейнера вообще не было. Чтобы не расстраиваться. Все-таки хотелось бы голду. 350. Итого получается, ребят, у нас еще в копилочку 350 голдишки падает. Потом все это дело мы сплюсуем обязательно. Посмотрим, сколько мы набили суммарно. Подведем итоги общие. Ну и посчитаем, стоило ли оно того. 150. Окей, хорошо. Еще 150 в кубышку падает. Ну где? Где все-таки контейнер экспо? Я понимаю, что 2% вероятность выпадения, но мы открываем целых 18 контейнеров. Еще косарь. Косарь. Бомба. Реально бомба в любом случае уже получается неплохо. Уже получается по моим подсчетам приблизительно под 2,5 косаря голды. Но с учетом того, что мне свободка не нужна на сегодня, я уже доволен. Еще 75. Мало. Мало, блин. Вот здесь уже начинает жадность заедать. Хочется больше. Разработчики, давайте, подкручивайте там что-нибудь мне. М3 легкий. Мне за него дадут компенсацию. Записываем, что одна машина, потом посмотрим, сколько компенсации дали. М3 легкий у меня в коллекции был. Блин, ну что ж такое-то, а? Ну хочется, хочется. Дайте контейнер экспо, пожалуйста. Пожалуйста, я вас очень прошу, разработчики. Миленькие, родные. Ну услышьте меня. Услышьте меня за 9 лет. Ну можно ж в конце концов, блин, что-то там подкрутить. Одному из лучших. Ну пожалуйста. Ну давайте. Блин. Я не знаю, есть ли у меня в программе обработки видео барабанная дробь. И если она есть, то я бы ее сейчас с удовольствием сюда добавил. Потому что адреналин зашкаливает, руки трясутся. За эту машину тоже получим компенсацию. Если я правильно помню, то, ребят, 750 золотом должно сюда зайти будет. Но это мы потом посчитаем. Так, ценники на все машины, к сожалению, я не помню. Я очень хочу контейнер. Дайте мне его. 75 голды. Блин. Ну мало. Ну мало, ребят. Мало. Еще пять. Еще пять коробок можем открыть. Что у нас получается? 350 золотом. Еще в копилку. Окей, хорошо. Может и не совсем там соизмеримые траты на некоторых контейнерах. 50 тысяч свободки безусловно не стоит, допустим, там 75 золотом. Но усредненно, усредненно, ребят, пока получается все равно неплохо. Я лично доволен. Ай, камуфляж. Камуфляж. А камуфляж, кстати, на кого? На Тигра П. Ну окей, хорошо. Камуфляж, да и камуфляж. Так, две коробочки, ребят. Еще две коробки. Есть шанс. Есть шанс. Я верю в себя. Я верю в эти шансы. Все. Все. Практически перестал верить. Потому что 2% выпадения контейнера Экспо и один контейнер. Могу открыть, точнее, эту подарочную коробку. Ну что, открываем, смотрим. Барабанная дробь, пальцы крестиком даже на ногах. И нет, ребят. Всего лишь 75 золотом. Но по-моему, по-моему, все равно сложилось все неплохо. Я не жалею о слитой свободке абсолютно. Потому что в любом случае я поднял голды. Теперь давайте будем смотреть и давайте будем считать, что у нас суммарно с этого всего дела получилось. Ну давайте сразу посмотрим на то, что мы получили в виде компенсации. Мы получили в виде компенсации за легкого 850 золотом. Это, по-моему, очень даже круто. Ну и что касается второй машины, то компенсация, как я и предполагал, 750 золота. Теперь дайте мне буквально пару секунд времени на то, чтобы я открыл калькулятор. Мой результат 5125 золотом на данном аккаунте. Да, машин мы никаких не забрали. Но все-таки, ребят, мне кажется, что я не зря слил. Скажу почему. Потому что если бы меня спросили, хочу ли я обменять свои 850 тысяч свободного опыта, которые я могу абсолютно спокойно нафармить на, допустим, там ту же самую машину АМХ 49 за 4,5 и еще косарь сверху получить, я бы согласился. А если посчитать прям в притирку, то не хотели бы вы, товарищ ГСН, добавить неполных 500 голды и забрать себе вместе с АМХ, допустим, того же самого Черчилля. Ну, или подождать чего-нибудь более интересного и годного и взять за 5 с чем-то тысяч какую-нибудь интересную машинку седьмого, а возможно и восьмого левела. И ГСН ответил бы, да, конечно. Чего, ребят, и вам желаю. Участвуйте в этом, я бы сказал, мини-казино. Открывайте коробочки, если вам не жалко потратить свою свободку. И я искренне желаю каждому из вас не только пройти всю цепочку и забрать награды, но и из вот этих вот всех коробочек позабирать максимум. Максимум того, что вы могли бы из них достать. Ну, а я побежал для вас снимать следующее видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я стараюсь специально для вас и надеюсь на вашу поддержку. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok